Я приветствую всех подписчиков моего канала и новоприбывших зрителей. Сегодня мы с вами взглянем на вот такой вот замечательный стенд со различной мангой, которая у нас представлена. И медленно с вами перейдем к самому крутому, что есть в этом магазине. Ну для начала, у нас здесь два тома Берсерка Делекс Эдишн, да? Это здорово. Два тома, ну знаете, не слишком много. Друзья, мы перейдем к Берсерку чуть позже. Сперва посмотрим на томики покемона, которые выглядят довольно-таки неплохо. Давайте я вам продемонстрирую их более детально. Конечно, я покемоном не увлекаюсь, я его смотрел когда-то давно в детстве. Но здесь такая вот ламинация. На самом деле очень красивые томики. Это, конечно же, Визмидия. Кто еще может издавать мангу в таком шикарном виде? И здесь есть маленькие томики покемона. Ну, это нам неинтересно, конечно же. Здесь есть, друзья, очень легендарная манга. Это, конечно же, Fest of the North Star. Та манга, которая вдохновлялся сам Мюра Кантара. И вот здесь тоже так очень красиво все стилизировано. Кулак полярной звезды. Это на самом деле довольно-таки жестокое произведение. Вот. Но мне нравится само издание. Рисовка, конечно, здесь, ну, 80-е, что сказать. Но это все равно не отменяет крутости данной манги. Правда, я ее не читал. Но издание. Издание. Это у нас тоже Визмидия. Очень классное издание. Мне нравится. Остальное алхимик. Ну, думаю, многие из вас знают данную мангу. Вот. От Хирома Иракавы. Она здесь представлена в трех томах. Дальше. Alice in Borderland. Не знаю, что это. Но не могу не отметить, опять же, крутое издание самой этой манги. Как это выглядит. Наверное, какая-то аллюзия на Алису в стране чудес. Столько у нас, понятное дело, от японских мастеров. Так у нас выглядит данный томик. Красивый. Красивый, стильный. Здоровский. B-Stars. Слушал об этой манге. Но, честно, не читал. Не знаю. Дальше. Это что это? Dead Demons Collection. Не знаю, что это. Ну, в основном, конечно, эту мангу всю я не знаю вообще, что это за манга. Это я буквально видел арт. Вот это вот. Вот. Я вообще думал, сперва, что это Ранабе, но это не Ранабе, друзья. Это что-то другое. Ну, в общем, да. Вот этих всех я не знаю. Ну, Джорджо я знаю, понятно. Вот эта манга тоже классный дизайн. Без понятия. Я таких произведений не слышал. С точки зрения Джорджо. Джорджо здесь есть представлено. Вот у нас три тома. И тут еще есть много других. Тоже я удивлен крутым изданием. Они вообще в твердой обложке. Посмотрите, ламинация. Вот так вот выглядит. Это, наверное, какое-то вообще новое издание. Потому что раньше Джорджо выпускался менее круто. Но здесь, посмотрите, нас встречают красивые арт-панельки. Все вот так вот здорово сделано. Вот. Ну, и дальше идет сама манга. Я в Джорджо не сильно разбираюсь. Я смотрел только два сезона. Две арки про Джозефа и Джотаро. Вот. Ну, я не слишком большой фанат Джорджо, поэтому я его дальше не смотрел. Вот. Мне как бы вот больше, да, berserk. Ну, мы сейчас о нем поговорим. Собственно, Джорджо. Вот такие вот очень крутое издание. Реально классные. Так. Смотрим дальше. Тут Хантер-Хантер. Там, мои господа, Хантер-Хантер у нас представлен. Я знаю эту мангу. Мне ее рекомендовал Саша. Ну, точнее, он даже не рекомендовал. Просто говорил, что ему очень нравилось. Это одна из его любимых шонен манг. Сёнен манг, да. Вот. Хантер-Хантер. Но я не знаю, рекомендовать, не рекомендовать. Я бы сам не ознакомливался. Бличи здесь представлены у нас в огромном количестве томов. Ну, Блич, как вы знаете, это Блич. Я не знаком с этой историей, за исключением того, что здесь есть некоторые персонажи, которые выглядят довольно-таки интересно. Какой-то чувак-скелет. Оверлорд, что ли. Ну, не знаю. Вот я только вот с этим видел. Различные артворки. Вот. Ну, можно пролистнуть. Ну, это обычное издание. Бличи. И сразу рисовка довольно простенькая. Ну, друзья, это всё равно легендарная серия. Но Блич... Тут у нас сборники целые. Да, друзья, сразу три тома в одном. Неплохо. Здесь также у нас добавилось... Я в прошлый раз, когда был в этом магазине, здесь не было этой манги. Так много, по крайней мере, тут надо смотреть. My Hero Academia. А что ещё? Ещё очень много всего. Demon's Silly, Рэди Греймон. Я этот том уже купил. Сразу проспойлерю. Этот том я взял, 27-й. Самый крайний, который сейчас вышел. Sleepy Princess in Demon's Castle. Who knows what else that... Fly me to the moon, как песня Фрэнка Синатра. Ну, это не то. Так, ну и, собственно, то, что мне вообще неизвестно, друзья, вот эта вся манга, я о ней ничего не знаю. Какие-то одиночные тома. Ghost выглядит интересно, друзья. Я не знаю, что это за манга. Был бы тот первый том, я бы его взял. Чисто ознакомиться, почитать. Что за Ghost? Возможно, чем-то напоминает мне даже эксперимент Lane, но я не знаю. Я, честно, не знаком с этим. Так, здесь что? Здесь обычные комиксы, все дела. Так, ладно, ну не будем оттягивать на самое сладкое. Уже сразу я вам покажу. Значит, вы знаете то, что Берсерк возвращается, в честь этого тут заполнили все Берсерком. Посмотрите, сколько его. Спойлер, я уже взял себе Deluxe Edition 9 том. Самый, как по мне, интересный. Так как здесь у нас демонстрация того, как ГАЗ надевает свою броню Берсерка. И просто взгляните, сколько здесь манги. Берсерка Deluxe Edition. Здесь такого раньше не было. Сразу говорю, я, когда пришел сюда впервые, здесь было всего лишь два тома. 7-й и 10-й, потом добивался еще один 7-й, и все, больше здесь не было. Я хотел 9-й всегда. Ну и 9-й я смог найти вот в этом просто огромной груди. Это крепость, друзья. Это крепость Гриффита, которую нужно разобрать по частям, чтобы пробраться к истине. В общем, да, очень круто все сделано. Берсерк возвращается, и, видимо, чехи понимают, чем это связано. Вот такая замечательная инсталляция. Здесь большинство томов Deluxe Edition. Вот у нас третий том, друзья, еще один третий. Четвертый, также имеется десятый. Вот из-под низа я взял вот девятый, самый классный. Ну и, собственно, да, это не может не радовать. Помимо этого, с точки зрения книг, здесь у нас имеется фантастика. Ну, естественно, всем интересны Звездные войны. Я продемонстрирую, какой у нас здесь имеется ассортимент. И, соответственно, здесь немалоизвестная книга про Мейса Винду в Шерерпоинт, раскрывающая его стиль поединков на световых мечах в Аопат. Ну и здесь различные другие. В основном, друзья, здесь у нас представлена коллекция того, что происходило после шестого эпизода, только в рамках расширенной вселенной. Вот у нас даже, да, все эти шильдики Legends. Но я сразу проспойлерюсь, здесь стоял Дарт Бэйн, оригинальный, без этого Legends 2010 года принтинга Династия Зла я купил. Вот, но все вот эти меня не интересуют, потому что для меня Звездные войны в любом случае закончились на шестом эпизоде. Неважно, с каким продолжением, с ужасным продолжением Диснея, либо же с неплохими, которые изложены в этих книгах, для меня все равно конец на шестом эпизоде. Поэтому я даже не знаю, какие здесь альтернативные вселенные у нас демонстрируются. Вот, но здесь эти книги есть. Также Warcraft, ну и здесь у нас уже, это уже канон, да, пошел. Канон, всякие книги по канону. Ну, это меня, честно, не интересует. Bloodline? Нет, неинтересно. Я думал Bloodborne. Bloodborne я бы взял. Но нет, друзья. У нас Берсерк мой первый, Deluxe Edition. Вот он, гац, серьезно и осуждающе смотрит на нас. Собственно, на этом все. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Всем спасибо, ждите обзор на Deluxe Edition Берсерка и с возвращением. Субтитры сделал DimaTorzok